Всем, друзья, привет! С вами канал Al Pacino, его ведущий Слава. И сегодня у нас будет на распаковочке, вернее, я уже распаковал это всё дело, на обзоре беспроводные наушники, вот такие вот классные наушники, подойдут для спортсменов. И... атомайзер для вайпа. Скажу сразу, я прям вообще ни разу не вайпер, я очень редко парю. Последний раз парил где-то год назад, вот. Но предыдущий мой атомайзер потёк, и, короче, я себе заказал новый, может кому-то пригодится. Если вы не парите или не парите, то и не начинайте, потому что это всё фуфло, фигня, вот. А если вы любите кальяны, ну, можно попробовать. Ну, а мы начнём с наушников. Это у нас беспроводные Bluetooth наушники с очень хорошим звучанием, очень прикольно они выглядят и вообще не поставляются, как вы видите, в таком боксе, кейсе, коробочке. Сейчас расскажу вам немножко поближе. Синхронизируются данные наушники посредством Bluetooth со всеми вашими устройствами. Будь то телефоны на Android или на iOS, на ноутбук, я вот своим ноутбуком коннектил. Всё отлично. Работают они от одного заряда батареи. То есть, вот вы вынули, и у них тут есть батарейка на 55 мАч. Работает она 4-5 часов. То есть, для одной тренировки это вот так с головой хватает. Они идеально подойдут для спортсменов, ну, или просто для людей, которые не любят провода в своих ушах. Не любят компактные, хорошие, качественные наушники. Корпус самих наушников и кейса выполнены из очень приятного какого-то металла, что ли, алюминия. Сам именно корпус сделан из алюминия, я так подозреваю, потому что пластиком это не назвёшь. А сами наушники сделаны из хорошего тач-пластика. То есть, они приятные на ощупь, они лёгенькие, и вы в своих ушах их не ощущаете вообще. Управляются наушники посредством сенсорного управления. Вы один раз зажимаете наушник, он включается или выключается. Нажимаете одним лёгким нажатием, это пауза. Зажимаете на несколько секунд, это включается следующий трек. Также наушники можно слушать по отдельности. То есть, наушники у вас в ушах, но вы один наушник можете выключить, и всё, а второй будет играть. Я не знаю, зачем это сделано, но, в общем, такая фишка есть. Ещё также со своей стороны отмечу очень удобную и надёжную посадку наушника. Я раньше наушники особо не любил, не любил, не любил, не любил, не любил вот такие вот капельки. Но мне пришли наушники от компании Blitzwolf. Они прикольные, у них есть такой ободок, который внутри уха их держит. А также в этих наушниках также есть такой похожий ободок, и они очень удобно садятся в ухо и, в общем, не выпадают. Я бегал в этих наушниках в зале, они очень, помимо того, что они хорошо звучат, они, опять же, не выпадают. И, в общем, вот так. Они меня этим удовлетворили, всё супер. То есть вы можете в них заниматься, бегать, прыгать, боксировать, я не знаю, делать всё, что угодно. Я лично в них в зале занимался, и они у меня ни разу не выпали из уха. Так что плюс конкретный и замечательный для спортсменов. У наушников есть водозащита по протоколу или по названию, там не знаю, как оно называется, IPX5. То есть они не боятся влаги, воды, вы в них можете, опять же, заниматься в спортзале, пот им не мешает. И можете также в них быть под проливным дождём, как заявляет производитель. Хотя, какой проливной дождь? Вы наушник сунули, и вам, я не знаю, вот так нужно голову отклонять, чтобы вам туда вода падала, я не знаю. То есть вода вам же не будет стекать в ушную раковину, она как бы сбоку будет затекать. Ну, в общем, вода, они воды не боятся. Плавать в них, конечно же, нельзя, вот, потому что они умрут. Но какие-то мелкие брызги, капли, пот, то есть они выдерживают идеально. Что же касается самого кейса, это немножко больше, чем кейс. Это зарядная док-станция для наушников. И как бы и сам кейс, он очень хорошо выполняет свою защитную функцию и защищает наушники. Наушники ложатся в кейс очень легко, они намагничены. То есть тут есть магнитик, тут есть магнитик. Вот вы легко раз положили, раз положили, и они очень удобно садятся. В самом кейсе есть индикатор заряда батареи, он у нас закрывается. Ну, если я напомню, кейс у нас алюминиевый, ну, это... Хотя это, наверное, тоже алюминий. А, нет, это, наверное, пластиковая сторона, это алюминиевая сторона. Кейс у нас закрывается, вот вы открыли, у нас есть тут такая кнопочка, она вроде не нажимается или не нажимается, не знаю. В общем, тут есть под кнопочкой индикатор заряда самой батареи в кейсе. У нас наушники держат 5-4-5 часов, но если вы будете использовать их с кейсом, то продолжительность жизни наушников увеличивается втрое. То есть, в сумме говоря, 15 часов. У вас наушники разрядились, вы поставили, они зарядились там через 2 часа примерно, и вы опять можете использовать наушники 5 часов. Итак, в сумме 15 часов. Если у вас наушники разрядились полностью, вы можете положить наушники в кейс на 15 минут, и они у вас зарядятся для работы еще 45 минут. То есть, за 15 минут наушники заряжаются на 45 минут своей работы. Что же касается самого звучания наушников, оно меня очень приятно удивило. Звучат наушники очень хорошо, в них есть система активного шумоподавления, что я проверил и как бы убедился. Я бегал в зале, у нас там играла музыка громко, ну как в обычном спортивном зале. Я одел наушники, все, я сразу, посторонние шумы я не слышал, включил музыку и как бы бомба, все супер, все замечательно. Музыку я слушал с своего телефона Meizu Pro 7 Plus, и звук там очень хороший. Также могу сравнить их с наушниками от Bluetooth. В этих наушниках немного завышены высокие частоты. Если сравнивать данные наушники с наушниками от компании Blitzwolf, вот они у меня такие, я делал о них обзор. В этих наушниках немного задраны высокие частоты. Меня лично это больше устраивает, потому что эти наушники звучат громче. От компании Blitzwolf наушники звучат немного тише, но у них объемный немножко бас. Но вы залазите в свой эквалайзер и настраиваете эквалайзер именно под эти уши, и у вас все, короче, отлично, все бомба. То есть, если сравнить эти наушники с этими, эти наушники хоть и стоят дороже, и у них больше функций и крутости, скажем так, больше, но они и звучат немножко лучше. Хотя эти тоже очень хорошие. Что же касается просмотра роликов и прослушивания музыки на YouTube, например, есть такие наушники, тоже беспроводные, у которых идет рассинхрон между наушниками и видео, скажем так. То есть, вы смотрите ролик, а у вас звук отстает. Ну, я такое слышал, видел, но как бы не ощущал, скажем так. В этих наушниках такого нету. То есть, вы запустили музыку, запустили видос, у вас все четненько, все хорошо синхронизируется между собой, и у вас отставания звука нет. Это большой, огромный плюс. Ну, еще напоследок скажу про маленький вес, хотя я так бы как... Да, да, да. И напоследок скажу про удобный, красивый дизайн самого кейса, потому что он классный. Ну, как бы тут, как ни крути, он реально прикольный. Он презентабельный, стильный, и на подарок такие уши прям будут вообще the best, easy и вообще бомба. И про маленький вес. Ну, понятно, маленький вес, они там весят сколько? 50 грамм, не знаю, 20 грамм. Не пишет, сколько они весят, по крайней мере у меня. Но они весят очень мало, и вы их не ощущаете. Еще забыл сказать, наушники работают от телефона на расстоянии 15 метров, даже больше. Я по залу ходил, там больше, чем 15 метров, стены были. Ну, вообще, рассинхрона никакого нет. Так что, если вам нравятся уши, можете смело заказывать. Кстати, заказаны они были в магазине BuyBest. Нормальный магазин, хорошие цены, с Китая, шли они недолго. Можете смело заказывать на подарок, лично себе, если вы спортсмен. Вообще, easy тема, рекомендую. Так, ну и расскажу вам про Tatatomizer. Я особо вообще не парю. Я спортом, как вы поняли, занимаюсь. Но у меня понпотек, я думаю, как бы заменю, почему бы и нет. Цена особо недорогая была в этом магазине. Они занимаются в основном вейп товарами. Ну, опять же, там еще наушники и другая гарнитура. Можете пойти посмотреть, там хорошие цены. В общем, это у нас бак от OBS. Бак Sirius 2 называется. Он теперь стал у нас двухспиральным. Диаметр остался тот же, как и у его предшественника. 25 мм. А вместительность увеличилась до 4 мл. Он у нас унаследовал все положительные качества предшественника. Такие как удобная верхняя заправка. Это есть такое. Нижний регулируемый обдув. И циркониевый элемент зажима койла. Для того, чтобы угодить большему количеству парильщиков, была добавлена база на две спирали. Что не может повлиять на качество вкуса и паропроизводительность. Конечно же, в положительном ключе. Что же отмечу от себя? Вкус реально присутствует. Он хорошо ярко выраженный. И еще замечу такую приятную штуку, что жижа при вдыхании в рот вам не попадает. У меня на прошлом атомайзере такая штука была. Тут все хорошо. Все хорошо парится. Все хорошо дуется, выдувается. То есть, меня как обычного, простого, нетребовательного пользователя вейпа, все очень устраивает. Вкус очень хороший присутствует. И реально, если сравнить с предыдущим атомайзером, в нем немножко больше пара. Ну или много больше, не знаю. То есть, реально пара больше от этого атомайзера. Заправляется он удобно. Он как бы не люфтит, не ходит. И если вы нетребовательный вейпер, если вы только начинаете и как бы думаете, с какого атомайзера начать, вот заказывайте такой атомайзер вообще без проблем. Я думаю, вас устроит. Будете довольны. А когда вы уже будете продвинутым пользователем, тогда уже будете смотреть атомайзеры подороже, не знаю, по-производительнее, по-вкуснее. Я даже не знаю, как толком это сказать. Но, в общем, для начинающих, вот этот вот набалдажник атомайзер от OBS, Dual Call, тут пишет. Ну, это две спирали. То есть, штука нормальная вполне. Меня устраивает. Я редко очень парю. Для редкого парильщика, для замены кальяна, действительно устраивает меня. Но, если вы не курили и не курите, то не парите. Потому что тут ничего хорошего нет. Я хоть парю на лёвке, но всё равно какой-то ущерб дыхательной системе точно есть. Это я подтверждаю. Если вам нравится такой формат видео, как сегодня, когда я говорю своим ротом, вот, и если вам понравились товары, можете смело заказывать их в магазине Buy Best. Магазин нормальный. Продукция хорошего качества. приходит, в принципе, быстро и цены хорошие. Если вам понравился ролик, понравились наушники и не понравился или понравился атомайзер, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Далее будет ещё много интересного и приятного. А также пишите свои пожелания в комментариях. Что вы думаете про вайп, что вы думаете про наушники, хотели бы вы себе такие наушники. И вообще, пишите хоть что-то, потому что, ёлки-палки, комментарии продвигают видео, ребят. Да что не знали, я вам говорю. Вот, если не знали, подумайте. Пишите хоть что-нибудь. Спасибо вам за просмотр данного видео. Всем пока. А колокольчик нажимайте ещё, кстати. Да-да, колокол тоже обязательно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok